Добрый день дорогие друзья! Хотел пару слов сказать о том, что при изготовлении ножей надо всегда быть внимательным. То есть какая-нибудь отвлекся, подумал о чем-то не том. И в общем можно запороть легко все, что ты делал до этого. Вот например нож малый кухонный нож. Есть у меня видео на канале, где я показываю. Он основан вот этот нож. Основан на дизайне моего сотрудника Ивана. Он хотел себе домой на кухню ножек изготовить. Но и в общем у меня была полоса 10,95 шириной 50 мм. Вот он из них делал двое таких вот заготовки. И он когда они были еще отожженные, мягкие он сделал контур. После чего их отдал мне. И я их закалил. Забыв перед этим просверлить отверстие под под ручку. И теперь они в закаленном виде. Теперь надо идти покупать идти покупать надо не знаю, карбидное сверло. Карбид, короче. Ну, чтобы просверлить. Потому что такое обычное. Вот видно здесь были попытки неудачные просверлить его. Ну и плюс вот это вот часть я когда она его повело, оно было такое кривоватое. Я начал его выравнивать. И в общем в конце концов сломал. то есть остался Ваня без двух ножей. Второй пример Сенекс. Ну это то, что под рукой есть. Какие примеры. Примеров можно вообще бесчетное количество принести. Сенекс Это нож в общем а-ля бак 110 который в принципе я сейчас делаю. Вот. Клиент попросил сделать спуски повыше. То есть он меня спросил а можно сделать свести потоньше и спуски повыше. Это уже нож был уже сделан и собран и так далее. То есть вот эти спуски переспускал подымал я их уже так как это заклепанный нож. его уже ну расклепать я не могу. То есть поэтому ну вот так вот я брал да и все это делал. Ну то есть для сравнения покажу спуски на оригинальном клинке. Я в принципе свои делал примерно так же. Ну и сведение тут тут больше тут почти в миллиметр сведено. Здесь сведение меньше. И все вроде все в порядке сделал все такое. И вот я посмотрел что-то мне не понравился здесь финиш. Я тогда зажимаю в тиски причем зажал взял рукояткой зажал рукоятку в тиски зажал и давай здесь полировать. я начинаю полировать давление оказываю и он начинает опускаться. Я тогда взял подкрутил сильнее и в результате выскочил вот этот вот вот эта вот заклепка выскочила. То есть вот эта средняя заклепка это та заклепка на которой которая является осью вот этого вот коромысла. А вот эти две заклепки это которые крепят плашку вот эту накладку на рукоятку к лайнеру. Вот вот это выскочило. Ну и в общем выскочило и все до свидания. Ну нож уже не заклепаешь. То есть уже все отход брак. Я подклеил рукоятку то есть она никуда не девается но уже это не ну это уже это брак это уже второй сорт. То есть это не ну не тот нож который можно продать по цене первоклассного первосортного ножа. То есть это уже так скажем то есть к тому говорю что небольшая небольшой какой-то вот потеря концентрации какая-то глупость и работа которая провелась его можно ну идёт в отходы в брак и так далее. Ну и конечно же так как во-первых мы работаем с острыми предметами да и плюс это ну всё-таки там станок шлифовальный станок полировальный и так далее ну в общем может привести к какой-нибудь травме в общем то есть тоже не очень ну вот как если о травмах то вот зазевался вот буквально соскользнула чуть рука коснулась ленты и вот кусочек ну это не травма назвать но сразу же мгновенно стесало кусок ногти вот так что там вот сейчас уже не видно этого но там вот было мяско проглядывало вот видите тротерок такой тут ну в общем будьте внимательны если кто соберётся делать всё это на секунду зазевался работа вся нашмарку спасибо за внимание до свидания